Всем привет ребята, вы на канале Юлия и с вами Юля. Сегодня я решила тоже снять влог из моей жизни, поэтому если вам нравятся такие видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и давайте начинать. Сегодня у нас вот так вот пасмурно, как видите, я правда вам говорю, что сегодня мы не пошли бегать с Ульяной, хотя должны были 8 утра, но мы не пошли из-за того, что был дождь, сейчас просто пасмурно. Каждое утро Лепсик проводит теперь у Насти в кровати, еще не заправили, поэтому сейчас будем заправлять постельку. Лепсик, приветики. Ой, кусачка, кусачка какой, а. Вот, кстати, мои шарики, кому интересно, они уже постепенно сдуваются, я не знаю почему, на самом деле очень обидно, так как мой шарик с дня рождения, который у меня был в прошлом году, он вообще очень долго простоял. Ну, как всегда, собственно, ничего нового, так что я надеюсь, что они еще проживут, потому что они мне так нравились. Ну, а Лепс, как всегда, ест эту ниточку. Бедные шарики. Перетягиваем, 8 мая, осталось совсем немножко, уже будет июнь, как быстро время летит, вроде только был март, конец марта, когда только мы сели на карантин, а уже май. Я просто в шоке, как быстро время пролетело, на самом деле. Кстати, каждое утро я пью вот такие вот витамины для здоровых ногтей и волос, потому что сейчас во время карантина они как-никак нужны обязательно, так что вот такие вот я использую. Мне они пока что нравятся, но пью их только 2 дня, потом ничего про них сказать не могу, но просто хотела с вами поделиться, кто тоже вдруг такие принимает, или что вообще, вы тоже какие витамины пьете, пишите в комментариях. И еще вот такие вот, но это получается витамин Е, вроде, если я не ошибаюсь, но тоже вот так вот они выглядят, просто немножко у меня, да, витамин Е это. Сейчас я уже пообедала, села за уроки, вот что я вчера сделала, я сделала, получается, 5 номеров, всего у нас их 11. Это отработка 17-го задания в ОГЭ, окружность, на самом деле, моя самая нелюбимая тема, ненавижу окружности, если быть честной. Но, конечно же, что делать, приходится, вот я сделала 5 задач, как видите, все расписала, чтобы все теоремы, ну и вообще все доказательства, что это точно так, поэтому все-все сделала. Написала, и мне осталось сделать еще 6 заданий, потому что 5 сделала. Вот уже шестую пишу, как видите, написала условия, начертила рисунок, сейчас вам покажу, как вообще задания выглядят. Кстати, полюбила я вот эту лампу, я даже ее использую не только когда снимаю, просто с ней удобно делать уроки, то есть она светит мне прямо на стол. И это очень классно, на самом деле, поэтому теперь я с помощью нее тоже делаю уроки. Так, давайте я вам покажу, что же у меня за четверть. Пока что за четверть стоит только по русскому языку, но вот такие вот у меня сейчас оценки. Кому интересно, я думаю, многим интересно посмотреть на мою успеваемость. Вот такая вот у меня успеваемость, такие оценки. Ну и вот все задачи, которые нам задали. Вот, все-все, и я сейчас, получается, на 144 задачи, да, на 144 буду делать эту, и вот мне еще осталось целых 6 задач, ну, вместе с 144. Так, ребята, ну что ж, я сделала всю геометрию окружности, самая нелюбимая тема, но что поделать, поэтому я, как видите, доделала. Написала, кстати, не в своей тетрадке, точнее, в черновике, потому что тетрадка у меня закончилась, но что поделать, нет смысла заводить новую, потому что, как видите, у меня черновик еще, вообще, сколько еще тут листов. А тут я не готовлюсь к ОГЭ, у меня для ОГЭ отдельная тетрадка, поэтому я решила, чтобы черновик не пропадал, буду теперь писать всю домашку тут, потому что все равно нужно все фотографировать, тетрадки мы все равно в школу больше приносить не будем. Поэтому решила, что буду писать в черновике, так что, как видите, продолжение у меня 155 и 156 задачи у меня в черновике, вот как я все сделала, кому интересно. Она сейчас ходила в магазин, пока я делала геометрию, купила мороженое. Я, на самом деле, мороженое ела, наверное, последний раз летом, то есть, или в Таиланде ела очень давно, на самом деле. Я не любитель мороженого, но все-таки сегодня мне захотелось, сегодня у меня, так сказать, после вчерашней тренировки, отдых. Так что, завтра, потому что я тоже буду тренироваться, поэтому я решила себе такое вот мороженое купить. Точнее, Настя мне его купила, просто попросила мороженое, она решила выбрать мне вот такое, шоколадное в вафельном стаканчике. Вот такое вот у Насти и у меня мороженое. Ну что ж, руки сделаны, сейчас приведу свои волосы в порядок, как видите, они у меня уже высохли. Ну, конечно же, потому что сколько времени я делала геометрию. И сейчас я буду краситься, мое любимое зеркало, конечно же. Все, что было в прошлом блоге, я вам тоже показывала, чем я крашусь. Так что смотрите мои влоги, потому что очень много чего будет интересного. Ну и также далее тоже буду показывать вам много чего интересного. Так что сейчас я буду краситься, потом пойду в магазин, также покажу вам, что буду надевать, потому что все-таки не в этом, конечно, пойду. Еще обожаю вот эту вот штучку освежающую. Называется Sweet Vanilla Fresh Spray, то есть, как видите, свежий спрей, можно сказать. Покупала его в Таиланде, он очень классный. Субтитры сделал DimaTorzok Все, я уже накрасилась, как видите, сейчас я буду собираться, буду выбирать, что мне надеть. Конечно же, собираюсь в магазин, почему бы и нет. Такое вот у меня зеркало, кто не видел, в моей комнате есть небольшое. И, как видите, не совсем меня видно. Но вот так вот более-менее. Так что сейчас я отправляюсь в магазин. Ну, а Лепсик тут спит. Как я говорила, у нас сегодня холодно, поэтому я надела свое худи новое, которое мне недождение подарили. Также я надену шапку, потому что там вроде еще и ветрено, и волосы вообще будут листеть в разные стороны. Мультку. Я вообще, на самом деле, оставила себе только одну шапку. У меня очень много шапок, но я оставила внизу одну шапку, ну, в основном гардеробе, так сказать. И я не знала, что будет еще так холодно, и придется носить шапку, поэтому у меня она осталась одна красная. Она не очень подходит к этому луку, но я не буду искать другие. Все равно идти в магазин, поэтому пойду в ней. Также надену маску свою белую. У меня, кстати, есть черная, есть и белая, есть и медицинские просто. Такие я выбрала черные кроссовочки. В них сейчас пойду. Все, я уже иду в магазин. Вот так вот. Так, я вернулась с магазина. На самом деле, ходила небольшой магазин, славный. Ну, там он вообще маленький, поэтому купила не очень много всего. Половины не было. Даже мне нужно было кокосовой стружки в 170 грамм. Там не было. Была вообще какая-то цветная кокосовая стружка. На всякий случай взяла три пакета. Это получится 75 грамм. Но это и так мало. Не знаю, буду я сегодня готовить кокосовые печеньки, которые хотела. Или же нужно будет потом сходить в плату побольше. Потому что в этом магазине вообще не было кокосовой стружки. Как видите, только вот такие маленькие пакетики. Поэтому не знаю, что получится. Но сегодня я точно буду готовить рис с курицей. Сейчас уже курицу размораживаю. Еще утром ее достала. Купила себе специальный рис куриц. Единственное, у него тоже был рис, который я люблю. Он пришли, чтобы добавлять в мой рис с курицей. Тайский рис с курицей, если можно так назвать. Так что сегодня я буду готовить. Покажу вам. На самом деле получается очень вкусно. Надеюсь, что сегодня тоже. Ну что ж, ребята, сейчас я хочу вам показать свои чехлы. Потому что поступало очень много вопросов. Допросов в Дирик, чтобы я сняла такое видео. Но так как у меня не очень много чехлов. Всего лишь получается 7. Еще несколько идут с Алиэкспресс. То я решила не посвящать этому отдельное видео. А показать вам прямо во влоге в моей жизни. Вы первый чехол уже могли видеть на протяжении всего влога. Это чехол с Ламинго. Это мой самый любимый чехол, как вы уже понимаете. Постоянно его использую. Потому что он очень классный. Заказала практически такой же похожий на Алиэкспресс. Только с другим рисунком. Но вроде как от того же продавца. Надеюсь, что придет похожий. Потому что мне это качество чехла очень нравится. Он просто бомбезный. И сейчас таких уже на Алиэкспресс нет. Точнее от этого продавца, к сожалению. Потому что покупала я его год назад. Дальше у меня идет чехолчик с Ивердейлом. Но один минус этого чехла. Что он белый. И, конечно же, я его носила в школу. У меня тут есть даже ручка, которая уже не отмывается. Ну и также по бокам он, как видите, силиконовый, прозрачный. И поэтому тоже уже стал желтым. Тоже прозрачный, силиконовый. Но уже обклеен виниловыми наклейками. И, как видите, тут у меня еще есть вот такой попсокет в виде кактуса. Очень нравится этот чехол. Но он не очень классно защищает телефон. На самом деле. Хотя у него есть такие вот защитные бортики. Но мне он не очень нравится, на самом деле. Как он сидит на телефоне. И вообще, как считается в руках. Тем более силиконовые чехлы, вот такие прозрачные, очень быстро становятся какими-то грязными. И их невозможно отмыть. Я не знаю, видно вам сейчас это на камеру или нет. Но мне в жизни видно, какой он быть вообще, на самом деле, замызганный, так можно сказать. Но это не отмывается. Я не знаю, что с этим делать. Мэри Крисмас. На самом деле классный. Силиконовый тоже, конечно же. Я все чехлы покупаю только силиконовые. У меня не было еще никаких пластмассовых. И мне он очень нравится тем, что, как видите, тут олененок. И он такой красного цвета. Тоже его очень часто носила. Мне нравился тем, что он похож, кстати, на предыдущий красный. Такой же материал точно. Но этот чехол черный, минималистический. Ну и также тут корона. Прикольно выглядит. Но, как видите, его изменут, что он начинает царапаться. Потому что это такое покрытие. Сказала, какой у меня телефон. Вдруг кто-то не знает. Honor 10 у меня телефон. И вот этот чехол шел с ним в комплекте. Как видите, я тоже прикрепила сюда виниловые наклейки. Но это, можно сказать, мой самый первый чехол. Поэтому он самый старый, желтый. Я его чаще всего носила. И сюда еще прикрепила вот такой фоксокет с цветочком. Тоже мой один из любимых. Это чехол, как будто бы он вязанный. Тоже красный. И, как видите, тут даже есть такие дырочки маленькие. Самый мой любимый. Это чехольчик с ламинго, который я тоже вам показывала в этом влоге. Вы его, конечно же, видели. Потому что часто снимаем в зеркало и его вид. Чуть еще обновить в своей комнате фотографии. То есть я хочу другие какие-то повешать. И также на шкафу у меня есть фотографии. Тоже хочу изменить. Как видите, сзади уже конвертики. Где у меня все фотографии как раз таки хранятся. На самом деле, я очень жду окончания карантина. В плане того, что всегда я распечатывала фотографии в фотоцентре. Но сейчас он закрыт по причине карантина. И у меня есть такие вот четыре конверта с фотографиями. И один вот такой вот пакет. Вы могли видеть это все в рум-туре. Но я вам также еще показываю. Вдруг кто-то не видел. Вот так вот выглядит у меня такая доска для фотографий. Можно так назвать. Точнее даже вешалка для фотографий. И сейчас я буду тут все оформлять. Конечно же, первые три фотографии я трогать не буду. Потому что это у меня все очень красиво выглядит. Точнее, просто как видите, у меня тут медали. И сразу же три фотографии про карате. Поэтому их трогать я точно не буду. Но сейчас внизу я поменяю фотографии. Фотографию я заменю на фотографию с клоуном. Потому что, мне кажется, она сюда подходит под оформление. Поэтому сюда я вешаю фотографию с клоуном. Сюда я вешаю фотографию с Дольче Вита в Таиланде. Давайте я сниму эту доску. Потому что, слава богу, ее можно снять. И сейчас я вам тоже покажу. Вот эту фотографию. Эту тоже новую поставила. Но эти решила оставить как есть. И тем более, с дня рождения тоже уже хочу заменить на новые 16-летия. Но пока что, конечно же, нет возможности из-за карантина. Сейчас у меня будет небольшой кукинг. Потому что я вам хочу показать, как я готовлю рис с курицей. Это мой самый, наверное, любимый рис с курицей. Даже я не так люблю плов, как сейчас я полюбила то, что я готовлю. Для того, чтобы мне приготовить рис с курицей, мне потребуется курица. У меня это бедро с кожей. Но я все отделю. Также, возможно, оставлю какие-то большие части, которые можно нарезать. То есть, само мясо я нарежу мелкими кусочками. А что получится оставить на кости, я, наверное, так и сделаю. То есть, я беру бедро с кожей. Да даже, как бывает, все беру, что есть. Можно, конечно же, лучше филе брать куриное. Но что у меня было в холодильнике, то я и взяла, уже разморозила предварительно. На то, зачем мы шли. Но я беру рис, не который нужен для плова. У меня его дома много. А я беру тот рис, который готовится как каша. Ну, то есть, потому что он готовится быстро. А для плова готовится как минимум где-то 40-50 минут. Но так как у меня не плов, а рис тайский, то я готовлю вот такой вот рис круглый, соус и масло. На самом деле, я готовлю на глаз, потому что я не знаю, сколько у меня еще получится курицы вместе. И потом буду уже добавлять яйца. Поэтому я не знаю, я не повара и не могу сказать какие-то точные добавления. То есть, сколько чего надо. Но вы сейчас сами увидите, я чаще всего делаю на самом деле на глаз. Очень вкусно делать рис с овощами, но я его делала недавно, поэтому сегодня я решила сделать без овощей, только с курицей. Ну, и как вы видели, с тем, что я вам показала. Поэтому давайте немедлить и начинать. Прежде чем сделать, конечно, сам рис, мне нужно его приготовить. А потом уже все вместе смешивать на сковородке. Это буду все готовить. Пока у меня будет готовиться рис, я буду разделывать курицу. Также сейчас предварительно уже приготовила 3 яйца, потому что я посчитала, что, мне кажется, 3 яйца будет достаточно. Если что, добавлю еще. Это не критично. Ну и также сейчас еще вот это мне нужно тоже помыть и разделать курицу. Как видите, у меня готово. Я сейчас буду делать, нарезать точнее ее на маленькие кусочки. И все вам потом покажу, когда я нарежу. Так, как видите, курица у меня готовится, нужно ее помешивать. Должна быть полная готовность. Я просто забыла микрофон, поэтому буду так громко говорить. Надеюсь, что вы меня слышите. И я не стала убирать вот эти вот косточки. Решила с ними тоже пожарить, потому что один раз так готовила. Получилось вкусно. Ну и все, что получилось у меня, то измельчила, как видите, сделала маленькими кусочками. Поэтому сейчас я жду полной готовности курицы. Потом я, получается, сразу же туда кладу яйца. У меня 3 штучки яиц. Потом я, получается, чесночок еще добавляю. Ну и после этого я уже засыпаю сам рис. Заливаю соевым соусом. Готовлю некоторое время, пока у меня все-все впитается. Я не знаю, честно, сколько готовить, потому что я готовлю, ну, обычно где-то примерно минут 5-7. И потом как раз-таки засыпаю это петрушкой и луком зеленым. Ну и все, и подаю к столу. Сейчас я вам буду показывать тоже, как я буду делать. Я посыпаю еще вот такими специями. Мне они очень нравятся. Не знаю, честно, как это называется. Мы покупали это в Сочи. Так, все, закрываю кружечкой и жду до полной готовности. Так, сейчас я добавляю туда мелко нарезанный чесночок. Это салатистый корчик. Не знаю, почему на видео это не так видно, потому что живое оно немножко по-другому выглядит. Наверное, из-за света просто белого. Но сейчас я буду уже добавлять сюда яйца. Что ж, все, мясо у нас готово. Также яйцо уже тоже приготовилось, поэтому сейчас я засыпаю весь рис. Сейчас вам покажу. На самом деле я не знаю, сколько что готовить по времени, потому что я никогда не рассчитываю. Самое главное, чтобы у вас приготовилось мясо, приготовилось яйцо. Также вы могли добавить овощи, если вы их тоже любите. Но я решила сделать только с яйцом, курицей и рисом самим, поэтому... Ну и чесноком еще. Так что я упустила момент с овощами. Я не стала их добавлять. Ну и теперь сюда я добавляю соевый соус. Сейчас еще добавлю. Какой вкусный рис у меня получился. Буду использовать такую вот бомбочку соляную. И еще буду использовать такие вот с кокосом. Bass Pearls. Сейчас попробуем. И она вообще должна просто растворяться. Это не бомбочка, а она просто вот так вот растворяется. Просто шарик. Тоже начинает растворяться. А от бомбочки появляются вот такие пузырики. Что ж, это было все на этом все. С вами была ваша Юля. Всем желаю счастья и добра. До новых встреч. И всем пока-пока. Пишите в комментариях, сядьте ли мне неделю влогов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok